МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Годопаралимпийский комитет опубликовал список российских спортсменов. В нем 30 представителей 5 дисциплин. Горнолыжного спорта, лыжных гонок, биатлона, сноуборда и керлинга на колясках. Именно в нем двое челябинских керлингистов. Марат Романов и Дарья Щукина. Наш земляк будет вице-скипом в сборной, как и 4 года назад, в Сочи. А место капитана займет москвич Константин Курохтин. В настоящее время россияне находятся в Японии. 6 марта они поселятся в паралимпийской деревне. А десятого сыграют первый матч с соперниками из Германии. Анастасия Белякова из Златоуста выиграла бронзу на международном турнире по боксу в Софии. Призер Олимпийских игр 2016 провела в столице Болгарии 3 боя, одолев соперниц из Испании и Хорватии. Однако в полуфинале уступила бразильянке. В состязаниях участвовали боксеры из 30 стран. Очерябинец Денис Лаврентьев одержал победу в профессиональных боях по ММА. Известный в недавнем прошлом дзюдоист отличился в одном из главных поединков бойцовского шоу в Екатеринбурге. Уверенно одолев опытного бразильца Флавио Сантоса. Почетными гостями вечера были Майк Тайсон, Костя Дзюрь и Федор Емельяненко. Очень крепкий соперник был. План я выполнил. Спасибо вам огромное. Вы верите в меня и даете огромную поддержку. Благодаря этой победе Лаврентьев вошел в число 100 лучших бойцов мира по ММА. А теперь к новостям Челябинским. В третий раз областному центру доверяют провести масштабное спортивное мероприятие. Первенство и чемпионат Уральского федерального округа по панкратиону. Не шуточные страсти и даже разбитые носы. Все в этот раз увидел Манеж на стадионе Елесиной. На ковре воспитанник Челябинской школы панкратиона Денис Серожидинов и его соперник из Свердловской области. Бой получился захватывающим. Никто уступать не собирался. И все же победу из рук гостей вырывает Денис. Бронзовый призер первенства России по панкратиону. Соперник сильный был. Было тяжело с ним драться. Он борец, а я ударник. Он меня пытался бороться, но я сделал свое дело. Челябинск уже в третий раз встречает чемпионаты первенства Урфо по панкратиону, древнему олимпийскому виду спорта. В Челябинской области он начал возрождаться пять лет назад. Если брать конкретно спортивную борьбу в дисциплине панкратион, то очень приятно, что именно в Челябинске, благодаря областной федерации панкратиона, этот вид начинает все более быть популярным и популярным. Многие молодые люди уже приходят в залы. Более полутора тысяч южноуральцев уже увлек панкратион. Спортивные залы есть в Челябинске и Троицке. Накануне открылись в Кыштыме, Златоусте и Магнитогорске. С 2015 года бойцы Челябинской области принимают участие в чемпионатах мира. И причем сразу же завоевывают золото, серебро и бронзу. В 2016 году у нас два чемпиона мира, две девочки в 2016 году заняли первые места. И в 2017 году восемь медалей. Соревнования собрали 300 участников со всего Уральского федерального округа и даже с Ямала-Ненецкого. Победители этих соревнований отправятся на чемпионаты первенства России, которые пройдут в Майкопе и Казани соответственно. Четкость движения и координированность 9-летний Андрей Власов демонстрирует китайскую технику Винчунь. Комплекс самообороны отточен у спортсмена до автоматизма. С первенства Урфо по ушу Андрей привез 6 медалей. Сегодня ему доверили открыть значимые соревнования в спортивной школе держава. У меня 5 медалей. Это сами какие-то виды, а 6 это за многоболье. На стартах участвуют 150 воспитанников от 6 до 15 лет. Демонстрируют свои навыки в Таалу, комплексе упражнений и Чуань-Тунь. Разнообразие кулачной техники и богатый арсенал оружия. Мячи, алебарды, цепи, ножи. У кого-то из ребят это первое соревнование, первый спортивный опыт. Именно отсюда мы начинаем смотреть наши будущие спортивные звезды, наши таланты, наши юные надежды спортивные. Спортивные школы УШУ принимают детей с 3 лет. Участвовать в фестивалях разрешено с 4. А вот уже в 6 у ребенка на груди может заблестеть первая заработанная награда. Ульяна Любимова, Валерий Киченко и Павел Клементьев ОТВ. На сегодня это все. В завершении любопытный факт. Оказывается, перед хоккейной игрой шайбы замораживают в течение нескольких часов в морозильной камере. Чтобы они меньше подпрыгивали на льду. Далее происшествие с Дарьей Шведовой. Не переключайтесь.